Я сегодня, пока ехал к вам, выматерился несколько раз, но все эти разы за рулем сидели женщины. Могут ли быть дорожные воины женщины? Не могут быть, для меня лично, естественно. То есть я посмотрел, баба, дальше. Что касается людей, которые открывают окошко и орут оттуда, я считаю, это не от большого ума, во-первых. Потому что подобная несостыковка двух машин или кто кому не уступил, она не может выходить за пределы этого маленького локального микроконфликта на какую-то разборку. Потому что это глупо. И в этом огромном, многомиллионном городе доказывать всему миллиону, что они тебя должны пропускать, глупо. На это есть у ребят в Кремле мигалки. Вот купи себе, стань президентом, поставь мигалку, и так будут все пропускать. Но если ты человек, а тем более цивилизованный, едь нормально. Почему-то наши ребята, то есть какими бы они ни были бизнесменами, или какое воспитание бы ни было, 90-х, приезжают в Европу, причесываются и ведут себя так, как требуется там. Потому что иначе там никто почему-то не разбирается. Высаживают, до свидания. И некому пойти попросить. И все это прекрасно понимают. Выполняют обязанности. Агрессия на человека, который выполнял правила дорожного движения, и то есть как бы выполнил до конца их, естественно, то есть он прав. То есть попытка его унизить за это, мне кажется, что это регресс, возвращение на форму поведения первобытного общинного строя. Или чего еще? Феодального, когда можно было просто силой заставить человека, или просто чтобы унизить его. Ну, мне кажется, просто недостойно нашего общества. Если мы хотим быть державой передовой, в которой человек не с ненавистью относится к окружающим, а с чувством доброго соседа. И в следующий раз, когда у вас будут проблемы, заглохнет машина на окраине, да, человек, к которому вы отнеслись по-доброму, человек, к которому вы оказали уважение, остановится, прицепит вам свой канат и доставит до места, куда вам нужно. А если вы были всю жизнь быдлом, то проедут семьи. Даже те, кто вас не знает, не почувствуют, что надо проехать. Поэтому улыбаться в окно надо, извиняться, говорить, как вы любите весь этот мир. Даже если что-то здесь только что не так сделали, сказать, простите, ради бога, вот дорога. Но мы разъедемся в течение одной минуты, и она не сыграет роли в плотном графике в вашей жизни. Просто я так думаю. Продолжение следует...